Сегодня у нас будет разговор о том, что происходило ни много ни мало три тысячи лет тому назад. Будем говорить о педагогической мысли и образовании на Древнем Востоке. Основная часть сообществ Древнего Востока не знала школы. Воспитание и обучение являлись преимущественно делом семьи, под началом отца или другого достойного человека при активном участии матери. Первые учебные заведения появились около трех тысяч лет до новой эры. Обучение в них оказалось более скоростным и эффективным, благодаря возникновению письменности. Клинопись – Месопотамия, иероглифика – Китай, Египет, алфавитное письмо – Средиземноморье, слоговое письмо – Индия. Особую роль в первых школах играли религиозные тексты. Тайные книги в Египте, священные веды в Индии, Тора в Иудее и Израиле. Шкарерам следовало освоить, и чаще путем механического повторения, заучивания, весьма значительный объем тогдашних знаний. В этих учебных заведениях уповали прежде всего на суровые формы и методы воспитания. Поговорим поначалу о том, что происходило в Месопотамии. На протяжении истории возникших ранее трех тысяч лет до новой эры и сменявших друг друга вплоть до сотого года новой эры цивилизаций на территории между реками Тигр и Ефрат господствовали идеи и практики семейно-общинного обучения и воспитания. Детям надлежало следовать благим образцам сородичей, друзей и мудрых людей. Законы Вавиловского царя Хамурапи, это 1750-й, до новой эры примерно годы, гласили, что за подготовку к жизни и обучению ремеслу ответственность несет прежде всего отец. Название первых учебных заведений в Месопотамии по-шумерски «Эдубы» происходит из обозначения глиняных табличек, на которые наносилась клинопись. Имелись таблицы, содержавшие учебные упражнения, наставления, а также таблички, которые заполняли сами ученики. Эдубы возникали, очевидно, в семьях писцов, затем при храмах и дворцах. Предназначались знати и духовенству. К началу двух тысяч лет до новой эры «Эдубы» становятся доступны также и торговцам, ремесленникам. Обычная «Эдуба» была небольшой, с одним учителем. В его обязанности входило изготовление табличек моделей, которые ученики заучивали, переписывали в таблички упражнения. В крупных «Эдубах» имелись особые учителя письма, счеты, рисования и прочее. В них мог быть и следивший за порядком управитель. Обучение было платным. Размер платы зависел от авторитета учителя. Чтобы заручиться дополнительным вниманием педагога, родители делали ему подношения. Быть в «Эдубе» напоминал жизнь семейной общины. Возглавлял ее отец-учитель. Остальные преподаватели именовались братьями отца. Ученики делились на младших и старших детей. Универсальными приемами обучения являлись переписывание длинных табличек, их заучивание и повторение. Зарождались иные методы обучения. Использовался, скажем, прием диалога. Вот как преподаватель предлагает ученику вести беседу. «Я желаю спрашивать тебя, поэтому говори со мной. Я желаю говорить с тобой, поэтому отвечай мне. Если ты не будешь спрашивать меня, то я спрошу тебя. Если ты не будешь отвечать мне, то я спрошу, почему ты не отвечаешь мне». Шкалеры, научившиеся на элементарном уровне читать, писать и считать, составлять хозяйственные записи, получали кличку «хурицкого писца», период шумерского «деревенщина». Приобретший же полноценное образование, становился обладателем своего рода интегрированной профессии. Он владел множеством комбинаций кинописных знаков, знаниями, необходимыми при государственной службе, строительстве различных сооружений, составлении деловых документов. Документ II тысячелетия до новой эры позволяет восстановить учебный день обучавшихся в Идубе. Вот как об этом говорится. «Школьник, куда ты ходишь ежедневно?» – спрашивает учитель. «Я хожу в школу», – отвечает ученик. «Что ты там делаешь?» «Я делаю свою табличку. Ем завтрак. Мне задают устную розку. Мне задают письменный урок. Когда занятия кончаются, я иду домой и вижу своего отца. Я рассказываю отцу о моих уроках, и отец мой радуется. Когда я просыпаюсь утром, то вижу свою мать и говорю ей, «Скорей дай мне мой завтрак». Я иду в школу. В школе надзиратель спрашивает, почему ты запаздываешь? Испуганный, избьющимся сердцем, вхожу я к учителю и кланяюсь ему почтительно». Египет. Основной идеей в Древнем Египте являлось семейное воспитание и обучение. Мальчикам и девочкам родители уделяли одинаковое внимание. Безоговорочной была идея патриархального воспитания. «Подобен каменному идолу неуч, кого не воспитал отец», записано в древнем папирусе. Семейному воспитанию придавалась некая мистическая значимость. Родителям следовало достойно соблюдать МААТ – кодекс поведения наставников. Египтяне верили, что после смерти человека боги на одну чашу весов кладут его душу, а на другую – МААТ. Если чаши уравновешивались, умерший мог начинать счастливое существование в потустороннем мире. Образование было призвано перевести воспитанника в мир взрослых. Сложился идеал немногословного, стойкого к ударам судьбы человека. Идеи воспитания аккумулировались в морализаторских наставлениях. Ну, типа, лучше уповать на человеколюбие, нежели на золото в сундуке. Ребенку надлежало научиться слушать и слушаться. Физические наказания рассматривались как естественные и необходимые. Педагогическим девизом были слова, записанные в одном из папирусов. «Дитя несет ухо на своей спине, надо бить его, чтобы он услышал». В Древнем Египте складывается понятие внесемейного, то есть школьного обучения. Путем такого обучения следовало связать знания в единый узел. Вот почему слова «знание», «учение» и «узел» изображались одним и тем же иероглифом. При храмах и дворцах возникают учебные заведения, дома жизни, позднее дома наставлений, от Себа. Доступ к ним был открыт лишь детям жрецов и вельмож. Особое место занимали царские от Себа, где дети элиты учились вместе отпрысками фараонов и их родственниками. Учебные заведения предназначились для мальчиков. Тем не менее, известно школа жрец в Мемфисе, одной из столиц Древнего Египта. У создателей от Себа вызревают дидактические установки, касавшиеся деятельности этих учебных заведений. Один из них – Имхотеп. Он наставил на приобретение учениками практического образования. «Научи тому, что является полезным». Имхотеп ценил в учениках не только знатное происхождение, но и их персональные способности. Пребывание в Ат-Себа рассматривалось как гарантия социального благополучия. По-первых, встречается высказывание такого типа «Смотри, нет должности, кроме должности писца, где человек всегда начальник». Обычно обучали с пяти лет. Главным было освоение иероглифов, число которых превышало две тысячи. Поначалу нужно было научиться правильно и красиво писать и читать, затем составлять деловые бумаги. Следовало овладеть упрощенным и классическим письмом. Писец должен был освоить стиль для светских нужд и стиль для составления религиозных текстов. Важным приобретенным шкалеровым качеством считалось искусство красноречия. Речь сильнее оружия. Речь спасает, но может и погубить. Читаем мы в древних папирусах. Педагогам приходилось решать непростую задачу – поддержки мотивации учеников. Это достигалось призывами к усердной учебе с помощью физических наказаний. Вот как учитель наставляет нерадивого ученика. «Целый день пиши твоими пальцами и читай ночью. Не проводи дня празднования, иначе горе твоему телу. Спрашивай совета того, кто знает больше тебя. Мне говорят, что ты заобразишься в их учение. Придаешься удовольствием, ты бродишь из улицы в улицу, где пахнет пивом, а пиво совращает душу. Ты похож на молельню без бога, на дом без хлеба. Тебя учат петь под флейту. Ты сидишь перед девушкой, и ты умащен благовониями. Твой венок из цветов висит у тебя на шее. Я свяжу твои ноги, если ты будешь бродить по улицам, и ты будешь избит гиппопотамовой плетью». Индия. В Древней Индии определяющими факторами развития педагогической мысли и образования оказались религиозная идеология, брахманизм, индуизм, необрахманизм и буддизм, а также кастовое устройство общества. Основывалась идея, что обучать и воспитывать надо так, чтобы человек сделался органичным членом своей касты. У брахмана ведущими качествами считались интеллектуальные достоинства. У кшатриев – сила и мужество. У ващи – трудолюбие и покорность. У шудры – рабство и покорность. Жрецами индуистов были составлены сборники ветвь – священных наставлений, где даны примеры идеального образования. На него могли претендовать лишь высшие касты. Такое образование предусматривало умственное развитие, ясность суждений и рассудочное поведение, духовность, способность к самопознанию, физическое совершенство, закаливание, владение собственным телом, любовь к природе и прекрасному, самообладание и сдержанность. Вот как описывается такое образование божественного Кришны. Кришна рос среди сверстников в совместных играх и труде, усердно изучал веды, сделавшись на таком всяческих умений и искусств и овладев людской премудростью. Приобретшим идеальное образование считался также Рама, герой эпоса Махабхарата. Он знал веды, законы и обычаи, был красноречив и рассудителен и никогда не уклонялся с пути долга. В священной книге Бхагавадгита как образец дано образование царского сына Арджуны. Царевича побуждали к самостоятельному поиску истины. Алгоритм подобного обучения был следующим. Вначале целостное изложение учителем новых знаний, затем его дробный анализ, раскрытие отвлеченных понятий сопровождалось конкретными примерами. В середине первого тысячелетия новой эры на индийском полуострове складывается новая религия – буддизм. У исток в ее педагогической традиции стоит Будда просветленный или шахья муни. По преданию, Будда начинал просветительскую деятельность в качестве наставника – гуру. Будда выступал за выравнивание каст в образовании. Главным предназначением воспитания он видел очищение души от мирских страстей через самопознание и самосовершенство. Буддизмам предложен ряд основных страстных заповедей. Не убивай, не бери то, что тебе не принадлежит, не лги, воздержився от чувственных удовольствий, не употребляй опьяняющих и одурманивающих средств. Подавляющее число жителей Индии получали домашнее образование. Его завершал ритуал посвящения во взрослые – упанаяма. У высших каст сроки программа упанаямы различались. Для брахманов инициация приходилась на восьмилетний возраст, кшатриев – на одиннадцатилетний, вайшев – на двенадцатилетний. Непрошедшие инициации считались отверженными. Лишались права иметь супругом представителя своей касты, получать образование. К VI веку до Новой эры под началом рахмана существовали предназначенные для высших каст школы – гурукулы. Формально все высшие касты имели право на самое высокое образование. Но на практике вайши и кшатри редко пользовались подобным правом. У них длительность обучения обычно не превышала восьми лет. К шатри обучались военному искусству, ваше сельскохозяйственным работам и ремеслам. Фундаментальное образование получали прежде всего брахманы. Для них сроки обучения продлевались еще на три-четыре года. Гурукулы служил обычный дом учителя, учителя-гуру. Он поначалу не получал вознаграждения. Способом компенсации за обучение служила помощь учеников, семье учителя по хозяйству. Ученик считался членом семьи. Он осваивал правила общежития. Ему также следовало предаваться асхезе, то есть поститься и усмирять плоть. Обучение было словесно-звуковым. Это можно объяснить, во-первых, тем, что записи делали на пальмовых ветвях, которые хранились здесь очень недолго. А во-вторых, что более существенно. Устное слово считалось наиболее достоверным способом передачи знаний. Ученики хором, нараспев, повторяли за учителем и заучили отрывки ветвьев. Заученные фрагменты соединялись в пространные тексты. Основная часть ветвьев звучала на архаическом языке, санскрите. Что касается буддизма, то основными центры буддийского образования сделались монастыри, которые были открыты шкалерам и послушникам из всех каст. Обучение здесь, во всяком случае, элементарное, велось на родном для учащихся языке. Теперь поговорим о Китае. В основе педагогических традиций древнего Китая лежит семейное образование. В семье давались сведения и навыки в области медицины, земледелия, торговли, ремесел. Считалось, что у каждого дома есть свой покровитель – зао ван, который оценивает поведение домочадцев. Членам семьи следовало соблюдать определенные ограничения, запрет на бранные слова, поступки, которые вредят старшим и родственникам. Детям следовало безусловно, беспрекословно подчиняться отцу. Не достоин имени сына тот, кто любит другого человека более отца. Уважение к старшим являлось и считалось залогом благоденствия. Это нашло отражение в нравоучениях. В разговоре со старшим нужно понижать голос. Когда старший встает, младший не должен сидеть. Когда старший сидит, младший не должен садиться, если ему не скажет старший. Веками складывался идеал воспитания и обучения начитанного, внешне вежливого, сдержанного человека, умеющего заглянуть в себя и установить гармонию в своей душе. Образование рассматривалось как мощное воздействие на дарованные человеку природы разум, способности, чувства, физическое здоровье. Китайские мудрецы видели в человеке два начала. Мужское – инь и женское – янь. Следовало заботиться как о развитии янь, доброты, внутренней мудрости, тяги к искусству, духовности, так и инь. Деловые качества, сильный характер. Среди древних китайских мыслителей обнаружилось расхождение в понимании идеального образования. Так основатель философского учения даосизма Лао Цзи отрицал организованное образование как искусственную преграду на пути к гармонии и высшей истине. Что он предлагал? Образование путем сближения с небом, природой, высшей истиной, путем таких приемов, как молчание и пренебрежение, мерзкими благами и заботами. Представитель философии легизма Хань Фэй предлагал обучать с помощью закона, как он писал, то есть отказаться от педагогических услуг семьи и частных школ, сделав учителями государственных чиновников. Он наставил в воспитании мужей, подготовив к кратному делу и труду. Им предложено своеобразное программированное воспитание, фа, согласно которому за поведение, соответствующее правовым нормам, следовало поощрять. За антиобщественные поступки – карать. Наибольшее воздействие на развитие педагогической мысли в образовании и образовании в Древнем Китае оказал Конфуций. Его педагогические идеи глубоко укоренились в Древнем Китае. Изучение трактатов Конфуция стало обязательным для учащихся. Конфуция рассматривала образование как непременные условия общественного и личного благополучия. Спокойствие общества считал Конфуцией покойственное воспитание согласно предназначению каждого человека. Государь должен быть государем, чиновник – чиновником, отец – отцом, сын – сыном. Конфуций полагал, что, чтобы познать высшую истину, следует учиться. Безупречно воспитанным человеком, благородным мужем, дзюнь, дзы, называл носителя четырех добродетелей, ли – нравственность, долг, поведение, мудрость. Такой человек должен обладать стремлением к истине, почтительностью, богатой духовной культурой, быть терпимым, толерантным к окружающим. Природа человека по Конфуции – тот материал, из которого при правильном воспитании можно сформировать идеальную личность. Усматривая образование созидательную мощь, Конфуций, тем не менее, не считал его всесильным. Он увязывал конечные результаты к наследству, тем не менее. По своей природе люди друг другу близки, а по своим привычкам друг от друга далеки, – писал он. Он различал тех, кто обладает высшей врожденной мудростью и прекрасно могут овладеть любым зданием. Тех, кто достигает здания благодаря учению и вопреки ограниченным природным задаткам. И, наконец, тех людей, кто не способен к трудному постижению знаний. Начинать обучение Конфуций предлагал в возрасте 7-8 лет. После первого учебного года выясняли, умеет ли школьник читать и каковы его способности. Через 3 года питает ли ученик склонность к учению, приятное ли ему общество, товарищи. Через 5 лет – насколько глубоки его знания и сильна привязанность к наставнику. Через 7 лет – способен ли он к рассудочным суждениям и умеет ли он выбирать друзей. Конфуций называет основные дидактические условия, которым, как он говорит, процветает образование. Что это за условия? Упреждение, своевременность, последовательность, товарищество. И далее поясняет. Если не упредить появление дурного, то оно укореняется. Если упустить для учения молодость, успехов не добьешься. Если нарушать последовательность в обучении, в знаниях будет сумбур. Если учиться в одиночестве, кругозор будет ограничен. Им предложены методики обучения. Назовем некоторые из них. Учиться и не размышлять – напрасно терять время. Размышлять и не учиться – губительно. Если не можешь совершенствоваться сам, то как ты сможешь совершенствовать других людей? Учиться без присыщения. Учиться и время от времени повторять изучено. Ряд суждений относительно образования высказали последователи Конфуции. Так Дун Джун Шу делал упор на зависимости результатов образования от врожденных свойств человека. Он подчеркнул, что природная сущность – син – дана человеку в необработанном состоянии. Как он говорил, природа подобна зерну риса. Всходы же от этого зерна позволяют получить образование. По-своему развили конфуцианские взгляды на воспитание Мэн-Зы и Сюнь-Дзы. Так Мэн-Зы верил, что в каждом можно встретить задатки добродетелей, которые следует развивать. Им сформулированы четыре моральных нормы конфуцианства. Жень – гуманность, справедливость. Ли – ритуал. Джи – мудрость. Сюнь-Дзы, напротив, придерживался мнения о злой природе человека. И задачу воспитания видел в преодолении этого зла. Конфуцианец Ван Чун акцентировал на возможности высокого образования не только для избранных, но и для обычных людей. Последовательной конфуцией был составлен трактат «Книга обрядов» Ли-Дзы. Приведем некоторые педагогические изречения из этой книги. Думай о том, чтобы постоянно пребывать в учении. Если не пресечь дурное, когда он обнаружил, что дурное не преодолеть. Благородный муж наставляет, но не тянет за собой. Побуждает, но не заставляет. Открывает путь, но не доводит до конца. Благородный муж в учении закаливается, совершенствуется, приобретает знания в развлечениях. Учитель и ученик растут вместе. Возникшие в III тысячелетии до Новой эры в Китае первые заведения воспитания и обучения назывались Сян и Сюэ. В них учились лишь дети свободных и состоятельных людей. Где-то к XI-III векам до Новой эры сформировалась сеть государственных учебных центров для власти имущих. Го-Сюэ – для высокопоставленных слоев и Сан-Сюэ – для менее родовитой знати. В них учились 7 лет с 13-летнего возраста. К XVI веку до Новой эры программы обучения и воспитания составили шесть искусств – мораль, письмо, счет, музыка, стрельба из лука, управление лошадью и колесницей. В XII-VIII веках до Новой эры учащиеся, кроме этих умений, приобретали также основы естественно-научных знаний. Числа, стороны света, счет времени, знаки 60-летнего цикла, 9 исчислений, то бишь изменение площадей, пропорциональное деление, вычисление объемов, уравнение и так далее. Как видите, все довольно серьезно было. Подход к обучению сводился к формуле легкость, согласие между учителем и учеником, самостоятельность шкалеров. Главной целью обучения было освоение иероглифического письма. В итоге в Древнем Китае организация обучения превратилась в предмет государственной политики. Наставник почитался как отец. Деятельность учителя расценивалась весьма почтенной. Получилось широкое распространение грамотности. Сложился своеобразный культ образованного человека. Поговорим теперь о том, что происходило в Израиле и Иудее. Начиная с первого тысячелетия до новой эры, в государствах Израиля и Иудея формируется определенный воспитательный идеал. Этот идеал описан в священных книгах «Танах». Он состоял прежде всего в поиске мудрости, следовании нравственным заповедям, где отчерчены границы добра и зла. В этих книгах утверждалось, что человек, чурающийся образование, пренебрегает Богом. В Торе, относится к Никтанах, говорилось, кто не учится, на духовную смерть обречен. Напротив, святые мудрецы и ученики, постигающие божественную науку. В древних текстах закреплены педагогические прерогативы семьи. В притчах иудейского царя Соломона мы читаем «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму». Способы воспитания у него назывались прежде всего наказания. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой». Воспитание в семьях предполагало наставительные беседы с детьми. Поскольку профессия чаще всего передалась мальчику по наследству, роль учителя выполнял отец в семье. Иудейский философ и военачальник Иосиф Флавий поддерживал вот эту ветхозаветную традицию уважения родителей. Он писал «Почтение к родителям закон Тора ставит на второе место непосредственно за почитанием Господа Бога». Говоря о программе образования, Иосиф Флавий писал «Закон Тора велит обучать детей грамоте и закону учению, и рассказывать им о деяниях предков, чтобы они могли подражать примеру последних, и чтобы они, вырастая среди законов, привыкли не приступать их и иметь отговорки о неведении их». Если не было возможности построить школу, ну, маленький поселок, то дети учились в синагоге, в молитвенном доме. Учитель, чаще всего проповедник, денег за свой труд не получал. «Почтение к наставнику воспитывалось со младенчества. Если ты увидел, что отец твой и учитель твой споткнулись одновременно, то первому руку подай учителю своему». Вот что говорил в священных книгах. Основными предметами в училии служили тексты Торы, которые читали, записывали, заучили наизусть. При обучении употребляли усовершенствованное финикийское письмо. Кстати, в преобразованном виде постепенно через Грецию, Рим, через Средневековье оно пришло и к нам. Учители и ученики сидели на полу, демонстрировали свое равенство перед Богом. Если старшие дети получали возможность включаться в дискуссии, то садился учитель на некое возвышение. Мальчики и девочки учились раздельно. Девочек также знакомили с Тором письмой, но в меньшем объеме. Давали знания необходимой приведении домашнего хозяйства. При достижении мальчиками 13 лет, а девочками 12, когда они пересекали границу между детством и взрослой жизнью, устраивался праздник, он именялся Митцва. В этот день мальчики, виновники торжества, в синагоге сами читали Тору. Не взрослые, а мальчики. Тем самым община демонстрировала уважение к своему новому члену и показывала, что мальчики стали полноправными ее участниками. И, наконец, поговорим о том, что происходило в эпоху возникновения христианства, раннее христианство. На заре первого тысячелетия в Израиле и Иудее зарождается христианская религия, названная именем своего основателя Иисуса Христа. Христос создал общину учеников. Кроме 12 апостолов, его учениками оказались еще не менее 70 мужчин и женщин. В этом можно убедиться, если почитать Новый Завет. Для ранней христианской педагогики характерен приоритет веры над знанием. Воспитание произошло как подражание Христу. Утверждается связь обучения с нравственным воспитанием. Сформулирована была система неких дидактических установок. Ну, скажем, не опускаться на уровне собеседника, а поднимать его до своего уровня. Применять притчи, используя метафоры, базы и прочее. Прибегать к прямым доставлениям проповедям. Поощрять устный диалог учителя и ученика и так далее. Указанные педагогические идеи получили интерпретацию в творчестве апостолов и отцов христианской церкви. Так апостол Павел провокторшал высокую важность трудового воспитания. Конечно, вы знаете его слова. Кто не хочет трудиться, тот не ешь. Василий Кисарийский уподоблял юных послушников воску, что запечатлевает в себе налагаемые образы. Он предлагал постоянный надзор за учеником, чтобы удержать его от нелепостей. Оговаривал необходимость специальных занятий с теми юными послушниками, которые проявляют особость, способность к обучению. Иоанн Златоуст, он рассматривал воспитание как величайшее из искусств, ибо не может быть искусства большего, чем это. Настаивал на воспитании путем увещеваний, советов, предостережений. Считал, что педагог не вправе влиять на воспитанника через принуждение. Полагая, что поскольку юность сама по себе слаба, склонна к козлу, просил наставников подать руку помощи детям. Аврелий Августин, еще один мыслитель раннехристианский, он обосновал педагогику авторитета. Она содержала двойную установку на божественный авторитет, как высший ориентир в образовании, и человеческий авторитет, авторитет мудрого наставника. Августин полагал, что главное место в образовании должен занять изучение Библии. Рассуждая о перспективах преодоления нежелательных проступков ребенка, Августин делал оптимистические выводы. Подавить присущую ребенку злобу можно, если тот не будет наталкиваться на непонимание и сопротивление взрослых. При этом он отвергал физические наказания, которые наносят детям ощутимые психические травмы. Уже в первом веке христиане создавали собственные учебные заведения – школы катехуменов, посвящаемых для тех, кто желал сделаться членом христианской общины, но не познал христианское учение. Учащимися были дети верующих и новообращенных христиан. Воспитание и обучение в катехуменах ориентировались на Библию, обучали христианским таистам, крещение, рождение, смерти, давали основу церковного музыкального образования. Был выработан катехизистный метод вопросов-ответов, от греческого «катехио» – учить, наставлять. Учащиеся регулярно получали наставления священника. Первоначально считалось излишним учить каким-либо мирским знаниям. Почему? Веровали, что близок конец света и что нет нужды в языческом образовании. Позже отношение к содержанию образования изменилось. Программы обучения стали включать преподавание чтения, письма и счета. На этом у меня заканчивается лекция. Я хотел бы в заключение вам показать две книги, с которых можно начинать более подробное изучение этой темы. Эти книги принадлежат вашему покорному услуге. Одна из них называется «История педагогики древнего и средневекового мира». А другая общая книга по всей истории педагогики и образования именуется она «История педагогики и образования». Найдете эти книги в наших библиотеках, во всех на факультетах, они есть. Спасибо вам.